здравствуйте моя семья моя интернет семья все кто только что ко мне присоединился всем здравствуйте я только что закончила делать свой чай у меня закончился и я снова делала композицию нового чая и заодно читала ваши комментарии огромное спасибо всем пусть будут благословенные ваши ручки которые пишите мне такую такую приятные такие слова строчки которые меня поддерживают и умиляют и я конечно же всю славу отдаю сразу же богу сразу но я вот в этом видео девочки почему ну и мальчики тоже почему именно глаза становятся причиной многих неудач и в этом видео мне захотелось я как раз мыла окна открыть окна вдохнуть и вам поделиться с вами вот этой красотой вот слышите и здесь вот я молилась за свою семью за свою интернет семью за всех кто только что присоединился чтобы господь бог дал благодать им и к деткам чтобы поддерживал их во всем радости дал и вот тоже на наслаждение жизнью и вы знаете ну конечно как всегда лайки ставят мало очень людей почему-то а вот 16 человек мне не понравилось то есть им не понравилось что их благословляют когда вас благословляют надо просто принять ведь это такая радость когда кто-то вас благословит я так радуюсь когда меня кто-то благословляет я просто беру и принимаю и и воздаю славу за этого человека кто меня благословляет вот посмотрите внизу например до валюша или вот сергей красильников пишет спасибо большое за ваши теплые прекрасные слова прямо до слез храни вас бог а я в этот момент говорю слава богу за сергея красильникова и до ниши василиса катюша благодарю тебя за такое прекрасное видео и да благословит вас господи я принимаю это василиса и пусть господь бог василиса воздаст вам в тысячи раз больше я люблю вас дальше пишет dark философии но я все-таки сказала что это light философии потому что она присоединилась к доброте и к радости и сказала аминь и так далее и всем я поставила когда я говорила богу слава за этого человека например джонни ши вчера погладила пчелку я сказал господи дай радости и благодати этому человеку дальше иду за натали новикову а слонян за нее воздаю славу бог за каждого из вас господь бог получает славу конечно он будет благословлять каждого из вас и ваших деток потому что он за каждого из вас получает славу это закон это духовный закон но поскольку бог для меня центр я не только утром его мы ему выделяю время да как многие вот пять минут тебе остальное все и дальше мне бежать на работу или 15 нет я в нем живу просто в нем живу и все потом мне хочется вам еще передать чувство когда меня переполняет я включаю камеры и я бы спросила бога господи а чё 16 человек не хотят получать твои благословения почему они не хотят чтобы благословение легли и на их детей что благословение легли на их близких почему они не хотят прорвать канал радости счастья наслаждение в этой жизни почему но и господь бог мне ответил там тут же написала одна из них девушка которая в принципе девушка потому что ну что такое 40 лет это девушка и она написала мне про радость чему вы радуетесь с чего вы взяли что вы верующие у вас не покрытая голова вот посмотрите на такое-то такое-то видео и сделала ссылочку мне на моё вот это видео вот это видео называется супер добавка омолаживает все органы кстати я советую посмотреть сейчас я сделаю скопировать вот сейчас я скопирую так вот тут вот я скопирую вот копировать все и я внизу в описании обязательно сделаю вам ссылочку на это видео кому интересно посмотрите и вот тут вот она мне говорит вы таком виде вы себя называете верующих а в каком в таком видео это было вот 22 число июня 22 июня ровно в четыре часа дата какая их точно что все как говорится ну ладно не будем об этом 22 июня я делала это видео что здесь такого жарко я вот так одеваюсь летом а почему нет ну и дальше она написала я православная и но она православная она очень верит в бога и она всегда покрывает голову и одевается так чтобы было ну как бы не видно шею или еще что я не знаю вы знаете что я вам хочу сказать вот вера и религия две большие разницы можно много знать о религии и ничего не знать о боге можно быть очень очень религиозным очень я уверена что вы очень религиозный человек я вообще не религиозный вообще так вот можно быть очень религиозным и совершенно неверующим можно ходить каждый день в церковь гонять молодых людей из церкви выгонять за то что они пришли без платка или еще что то тем самым делать мерзость пред богом потому что адам ева вообще были нагишом в начале ну неважно не об этом сейчас можно все это можно да можно ходить одеваться там я не знаю длинные одежды покрываться все и понятия не иметь что такое вера одно дело когда вы просите бога о проблеме и совсем другое когда бог становится вот как у меня центром вашей жизни вы просто впускаете его во все сферы мало того вы еще когда молитесь молитесь за других и тоже таким образом впускаете его в сферы тех людей которые вольно и невольно соприкасаются с вами просят помолиться за и ты говоришь господи обрати внимание вот на этого человека человек попросил меня помолиться что-то у него там не то происходит господь помоги ему но да будет воля твоя если это тебе угодно это называется я впускаю его во все сферы если у вас нет серьезных отношений с богом то вам будет не интересно то о чем я сейчас говорю но я верю что у всех моих кто на моем канале кто только что пришел неважно у всех вас вы все имеете серьезные отношения с богом я думаю что с богом у вас у всех все серьезно может кто-то только что зашел ко мне сейчас и не понимает и не знает о чем сейчас идет речь и вообще как ко всему к этому относиться знаете что я прошу я прошу вас остаться ну хоть на ненадолго хоть на некоторое время знаете почему потому что я говорю о том что поможет вам радоваться жизни и улучшить качество жизни во много раз если у кого-то в жизни был омут вот я уверена он превратится в чистый родник меня спросила недавно на личка у вас что йодовое озеро что это такое это такая благодать себе представить не можете которая находится между голой пристанью это грязевые озера знаменитый курорт и черным морем и там бьют источники четыре источника йодовых вот один из них стали копать раскапывать вызвали технику чтобы образовалась озеро и вот как 20 с лишним лет у нас это озеро которым постоянно подкапываем расчищаем источники в котором огромный процент йода это лечебное великолепнейшее озеро для особенно для тех у кого проблемы с гормонами эндокринной системы бесплодие и так далее это это уникальное у ему цены нет у нас даже хотели мы раскопали я имею ввиду завод и техника которую нанимала наше товарищество садовое а приехали какие-то дельцы и решили значит экспроприировать скажем так это озеро но поскольку оно относится к садовому товариществу мы наняли адвокатов и мы все вышли гурьбой вот у нас 500 домов и представьте у этих 500 домов еще есть дети внуки жены и так далее и вот все как вышли и куда эти дельцы делись с вилами мы вышли вот так вот происходит вот так вот люди вышли защищать наше озеро мы раскопали мы сделали это искусственное озеро йодовый источник вот нелечка вот такое у нас уникальное озеро а чуть дальше проедешь и море сразу и есть еще гейзер тоже недалеко так вот о чем я говорю о том подарки который дает господь и вот тот кто зашел оставайтесь оставайтесь с нами чтобы свой омут превратить в чистый источник или хотя бы в йодовое озеро знаете я помню как моя сестричка ну она у меня спортсменка была всю жизнь чемпионка республики по легкой атлетике и мы всегда конечно ходили на соревнования смотреть как выступает наша любимая моя сестричка и вот помню как моя сестричка на соревнованиях бежала и знаете она обычно бежит ровным темпом но на финишный прямой она как будто включает какую-то скорость как будто открывает еще одно дыхание и так ускоряется что ее соперники как мама моя выражалась целовали ей пятки вот поэтому я поняла что и в жизни финишная прямая гораздо важнее нашего начала даже не важно как вы начали важно как вы закончите поэтому кто только что зашел оставайтесь потому что вы измените свою жизнь спросите у тех людей которые со мной знакомы год два-три может быть кто-то больше изменилась ли их жизнь если капля радости и как изменилась по сравнению с тем как они жили раньше я думаю что бог работает потому что с момента того как вы подписываетесь на канал остаетесь нами нет нет прослушиваете мои видео то я думаю господь работает у вас я в этом я просто уверена потому что я молюсь за каждого кто в моей интернет семье даже те которые не пишут комментарии а просто тихо наблюдает для каждого из нас у бога есть земля обетованная я хотела вам сегодня сказать и если кто еще в болоте я тяну к вам веревочку спасения и пошлите в землю обетованная пошлите земля обетованная знаете она существовала и израильтяне они шли туда это описывается хорошо в библии в наше время я читаю когда это место в библии я понимаю что это прообраз нашего пути с богом вот мы вышли из египетского рабства все это же не мы вышли это из израиль послушайте мы вышли из египетского рабства а египетское рабство это прообраз библию читать надо дух душой понимаете духом божием что такое египетское рабство это прообраз рабство греха и все мы верите вы или нет не играет роли в любом случае запомните мы все идем через пустыню пустыня вы скажете а причем здесь пустынь пустыня это прообраз нашего эгоистичного нашего плотского греховного стиля жизни вот что такое пустынь вот в этот период необходимо научиться когда вам тяжело уповать на бога держать его на первом месте ни в коем случае не роптать нет иначе как евреи которые роптали шли по пустыне 40 лет а что они шли отрезок пути который можно было пройти всего лишь за две недели вот если вы также рубчить то вы никогда не дойдете до земли обетованной до своей земли обетованной вы можете попадете в рай но ваша жизнь на земле то сейчас не будет вас радовать я не знаю почему такое количество людей поставила 16 дизлайков 16 не получи не хотят получать благословение и молиться я не я не понимаю почему куча людей но это робчут а я я хочу радоваться своему пути с богом сейчас вот пока я тут и делиться радостью с вами я хочу радоваться каждому мгновению каждому дню и даже каждой секунде вот ищите возможности радоваться а радоваться можно только в боге потому что но есть ведь бог это вот есть именно та радость которая благословляет вас она благословляет вашу семью ваши дела вашу жизнь всех тех кто так или иначе связан с вами рядышком всех благословляет и также я очень люблю очень люблю благословлять людей и что в этом такого не такого что вы в этом такого увидели не такого и как я одета не так и как я говорю и так вот я такая и для меня господь является центром и я иду к своей земле обетованной и она открывает уже первые сады здесь вот тут на земле уже вы их просто не замечаете а вот кто со мной они уже все это замечают они уже прозревают и око их светло а я люблю вас будьте благословенны вы и ваши близкие и пусть господь бог ведет вас землю обетованную коротким путем не 40 лет будьте благословенны пока пока